Девушки отдыхают И вот сейчас мы видели, как Никита Восторген, один из молодых чемпионов битвы нации, смог одержать вверх над противником из Эстонии. И пока что у команды когорта есть преимущество одного бойца. Но на данный момент все решает случай. Можно просто поскользнуться и упасть. Можно запнуться от своего же товарища. Главное не допускать ошибок. Бойцы фактически как по льду катаются по ресталищу. Разбились. Вот, отлично. Еще один толчок. И капитан эстонской команды Норбург оказывается на земле. Еще один эстонец на земле. Бой продолжается. Пять в два, друзья. Поддержим наших ребят. Хоп-бой! Хоп-бой! 4-0! Победа за командой когорта! Раут начинается! Очень суровый условий у нас сегодня для поединка. Два бойца пытаются решить, кто же из них все-таки покинет. Центр. И откроют спины. Оба вооружены одноручными топорами. Осматриваются влево-вправо. И все-таки уходят на правый край ресталища. Для кого-то правый, для кого-то левый. Отменял вообще дальний. И на данный момент... На данный момент счет по-прежнему равный. Очень странно, что не работает элбордист. Хотя есть у него возможность выйти и со спины, и зайти, в принципе, сбоку. Но он выцеливает, выцеливает бедра своего оппонента. Пытается выбить ноги. Сыпятся щиты, ломаются топоры. Бойцы теряют оружие. Есть, есть. Первый бросок. И размен произошел. Дальним от меня углу ресталища. Боец из Эстонии потерял оружие. Не имеет права без оружия вести активные боевые действия. Но он находится именно в том месте, где ему оружие получить легче всего. И боец из Когорд и позволяет это сделать. Поэтому Эстонис вновь продолжает бой. Не очень активно, но он все-таки продолжает. У нас на Алибасу бросим! Давай, Эстонис! Странная позиция Николая. Он имеет всего в очередь готов, чтобы убить. Но не наносит ни одного удара, фактически, за минуту. 4-4. Довольно вяло. Вяло сейчас происходит бой. Друзья, давайте поддержим бойцов. Может, это как-то взыграет на их самолюбии. Они начнут более активно проводить боевые действия. Ребята, ну давайте, покажите, что такое настоящие бугурты. Настоящее средневековое насилие. Неужели дождь так сильно влияет на вас? Не могут бойцы определиться, в какую сторону побежать, на кого наоборот. Все бойцы во время боев получают также ценные советы, ценные указания от своих товарищей. Ну и, конечно же, стараются выполнить их. Все разбились под паром, все прижались к бортику. И постепенно, постепенно теряют силы. Выдыхаются. Просто так стоят. Ау! 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 Судьи обсуждают судьи разводить бойцов. Пока что главный маршал на ресталище решает не разводить. Бойцы все-таки проводят, по его мнению, активные действия, не стоят на месте, просто так пытаются друг друга бить, бороться. Итак, есть 10 секунд. Неактивного боя и одну пару бойцов выводят на середину. На середину, бойцы, на середину. И бой продолжается. Посмотрим, как долго они просто стоят на своем месте. В это время одна пара бойцов фактически все ресталище уже обошла. Уважаемый Александр Маштаков, сидите молча, пожалуйста. Все, поддержим Эстонию, друзья. Ну, по-дружески чисто. Поддержим аплодисментами. Ну, а теперь, чтобы не было никому обидно, поддержим русских ребят. Отлично. Ну, теперь посмотрим, кто же сегодня больше любит зрителей. Кто подарит им свою победу? Ну, и что случится, стойки, ребята? Уважаемые бойцы, пожалуйста, два ветра присталища. Все, кто без шлемов. Ну, друзья, если немножко отойти, пока что, ну, не так сильно следите с боями. Потому что... А, вот! Вот, у бойца из Эстонии отвалилось колено, и команда Когорда получает преимущество одного бойца. Наконец-то что-то поменялось, что-то поменялось в картине боя. И Николай не выдерживает, не выдерживает натиска двух бойцов из команды Когорда. Падает бой 4 в 2. Так вот, друзья, после того, как мы сможем лицезреть массовые бои, после пятерок будут общие бои все против всех. Стоп-бой! Стоп-бой!